Ну, хорошо. Меня зовут Женя Великованенко, я учусь в МИФИ на третьем курсе на информационной безопасности, и я работаю контестером в Бизоне. Сейчас постараюсь рассказать, что вообще такое сотовые сети, что с ними можно интересного сделать, и что можно поломать, если можно, конечно. Ну, все, наверное, видели у себя на телефоне такие значки, типа 2G, там всякие, ашки, 4G и прочее. Так вендор показывает нам, какой протокол связи сейчас используется. Но тут вендоры особо не договаривались, поэтому некоторые показывают сам протокол, некоторые поколения протокола. Но суть в том, что у нас все вот эти протоколы, которые используются с телефонами, их можно побить на поколение связи. Почему так произошло? Так произошло, потому что, собственно, разработкой протоколов и сценаризации под мобильные сети занимается одна компания, один альянс, называется 3GPP. Ну, вот, собственно, они каждые несколько лет выкатывают новые требования под то, каким условием должно удовлетворять протокол связи следующего поколения. И занимаются, собственно, разработкой протоколов поколения следующего, чтобы потом все это хорошо работало. Как это выглядит? Ну, давайте, допустим, давайте, наверное, перейдем к истории чуть-чуть. Год так в 86-й. Тогда по всему миру работали только аналоговые сети мобильной связи. И вот ребята из 3GPP собрались, подумали и поняли, что, ну, аналоговые сети уже не круто, надо бы переходить к цифровым технологиям. И давайте-ка соберем стак протоколов, который будет реализовывать нам цифровую связь. И вот назовем его вторым поколением, то есть BG. Все было хорошо до некоторого времени. Потом пользователям понадобился интернет. Ну, и как-то криво-косо поверх GSM, поверх BG накатили GPRS. Это был очень медленный интернет даже по рамкам одного времени. Поэтому уже стало ясно, что надо бы выкатывать третье поколение, следующее, которое как раз решает проблему мобильного интернета в связи. Вот, собственно, протоколы третьего поколения 3G и решали проблему с интернетом. А потом, в 2008 году, ну, в России где-то около 2012, начали уже повсеместно раскатывать LTE и 4G. Ну, с LTE вообще прикольная история. Ребята, опять же, посидели, подумали и сказали, о, у нас есть два канала связи. Один отведен чисто для голоса, другой чисто для мобильного интернета. Давайте-ка вот канал связи для голоса вообще вырежем и оставим только канал связи для интернета. Собственно, таким образом сделаем его шире. И вот благодаря этому, из-за этого, теперь, если вы хотите позвонить или вам звонят на телефон, и при этом вы сидите на 4G, то у вас два варианта. Либо вы разговариваете по LTE, либо вы живете в России. А в России, в LTE у нас не очень хорошо развит, как многие знают. Поэтому в этом случае вас просто дропнет на 3G или на 2G, если вам не повезет. И, собственно, все атаки оттуда будут доступны и на вас. И вот, кстати, такая прикольная фича. Наверное, как многие могли заметить, что вот эти вот цифры и буковки показываются только, когда вы используете интернет. Нет. Когда вы интернет-мобильный отключили, то этого не видно по той причине, что уже оператор решает, какую связь он использует. То есть, возможно, вы используете 2G в момент, когда не используете интернет. Я сейчас начну рассказывать про атаки на 2G, то есть вернуть где-то год в 2005, когда ничего этого не было. И картина выглядела примерно вот так. Рассмотрим атаки, а потом перейдем к LTE. По поводу 5G. Ну, 5G сейчас можно назвать еще такой бедкой, потому что спецификации до сих пор меняются. И, ну, с раскаткой пока что много проблем. Поэтому вот так вот. По поводу GSM. Ну, структура сети выглядит примерно вот так. У нас есть телефон с сим-картой. По радиосвязи она коннектится к трансиверу сотовой сети. А дальше уже идет, как всякая внутренняя штука, которую должен реализовать оператор. Собственно, сим-карта нам нужна зачем? Наверное, многие уже знают, что сим-карта – это отдельный компьютер. И на этом отдельном компьютере хранится ключ шифрования Key. Благодаря этому ключу шифрования производится шифрование на радиочасти, то есть вот здесь. И, ну, злые хакеры не смогут вас перехватить и прослушать, скорее всего. Однако, еще такой прикол, то что шифрование на ключики реализовано только здесь. А вот во всей остальной части оператора шифрования уже нет. Поэтому кто знает, как там все устроено. Ну, по поводу этого ключа Key, конечно, он должен быть защищен очень хорошо. И это так и есть. Взломать сим-карту довольно сложно. Там для этого есть целая наука. Но если вам получится взломать сим-карту и достать ключики, то вы сможете слушать трафик между пользователем и оператором. Ну, мы как хакеры больше всего хотим взаимодействовать прямо между телефоном и базовой станцией. Собственно, для этого нам, наверное, нужно какое-то железо, чтобы взаимодействовать с телефоном и базовой станцией. И при этом хотелось бы покрыть все мобильные частоты за раз, ну, кроме 5G. Потому что с 5G там какие-то заоблачные частоты, какие-то 100 ГГц. И бывает даже больше. Там по спецификации вообще неприятно. Ну, в общем-то, если мы хотим покрыть все протоколы связи за раз, нам в этом поможет специальное железо. Наверное, опять же, многие знают. Называется оно Software Defend Radio. Зачем оно нужно? Если кто не знает, это такая специальная железка, которая подключается к компьютеру. И мы можем с помощью нее оцифровывать данные и принимать их на компьютер. А оцифрованные данные, опять же, посылать внутрь СДР и посылать их в эфир. Ну, то есть, это такой гейтвей между ноутбуком и радио. Таких железок есть просто бесчисленное множество и по совершенно разной цене. То есть, самые дешевые можно купить там за 2-3 студенческих обеда. А есть и совсем дорогие штуковины, такие как USRPX 310, например, или даже дороже. Они используются чаще всего в интерфрайз-решениях. Ну, то есть, сейчас сотовым операторам намного дешевле купить одну дорогую железку. И при переходе на следующее поколение связи уже железо не менять, но просто поменять софт. В общем-то, сейчас это часто практикуют. Но если вы хотите просто поиграться с радио, то, скорее всего, вам хватит чего-то до 500 долларов примерно. Такие железки позволяют вам одновременно и принимать, и передавать. Есть еще вот совсем дешманский вариант. Вот такое вот. Это вообще классная история. Году так в 2008 у Моторолы произошел массовый слив данных, что послужило тому, что стало очень легко отреверсить прошивки на отдельные телефоны. Вот на эти телефоны. Сейчас их можно найти на черном рынке рублей за 300-500. И вот с помощью опенсорсных прошивок, которые сейчас уже можно достать легко, можно поднимать свои сотовые станции на вот таких вот железках. Я считаю, что это очень круто. Но мы вернемся пока что к GSM. Собственно, самой главной, так скажем, фичой в плане атак на GSM является то, что телефоны не проверяют на легитимность сотовой станции. Ну, то есть, допустим, у нас уже есть какое-то железо, которое может стимулировать 2G-вышки, и мы, собственно, начинаем аккумулировать. Если мы сконфигурируем свою вышку таким образом, чтобы телефон подумал, что это легитимная вышка, то телефон на нее подключится, и это реализуемо. Собственно, разберемся, почему это так. Для этого посмотрим немножечко, как устроен траткл GSM. Ну, вот, допустим, у нас есть какой-то спектр частот, который можно использовать в раковых GSM, и его побили на две пары частот. Это пара частот, с помощью которой на одной частоте телефон передает информацию вышке, а на другой вышка передает информацию телефону. Вот, собственно, побили весь спектр на такие вот пары частот и назвали их RFCN. Это каналы передачи между телефоном и вышкой. Это физическая часть. На этой физической части уже построили логический протокол. Вот он здесь нарисован. Например, у нас есть отдельный канал для передачи голоса, Traffic Channel, слева. Справа есть такая прикольная штука, как Cell Broadcast Channel. Она используется операторами, когда нужно большое количество людей быстро оповестить о каком-то форс-мажоре. Ну, допустим, произошло какое-то цунами, и нужно всех быстро об этом оповестить. Вот SMS-ки обычно приходят с такой информацией вот по этому каналу. И есть еще Control Channel. Вот Control Channel, а именно часть Broadcast Channel, нам интереснее всего, как атакующим. Потому что нам, как атакующим, цель создать свою поддельную вышку таким образом, чтобы не быть кривой под настоящую. Собственно, на Broadcast Channel передается вся информация о том, как можно подключиться к вышке. И что мы хотим, в принципе, сделать. То есть, как мы хотим захватить пользователей к себе. Ну, мы можем просканировать все пространство GSM, найти самую мощную вышку. И, скорее всего, на нее уже будут отключены пользователи, которых мы хотим атаковать. Интересной информацией с этой вышки для нас является ее соседей. То есть, каждая вышка передает список своих соседей. Для нас это круто тем, что мы можем мимикрировать какого-то соседа, который не добивает до телефона, скажем так. Да, вот. Ну, собственно, передается, кроме соседей, передается информация такая, как код стороны и код оператора. Код оператора нам интересен тем, что если на телефоне не настроен роуминг, то телефон не будет отключаться к вышке не своего оператора. Поэтому нам, собственно, эта информация тоже понадобится. Кроме того, передается всякая системная информация о том, ну, какая у нее мощность и прочее. Что мы из этого имеем? Телефон сам по себе рассчитывает приоритетность вышки, найденной вот по такой формуле. И, ну, формулу саму не надо запоминать, просто нужно иметь в виду тот факт, что мы контролируем программно вот этот, вот этот и вот этот параметр. То есть, мы, опять же, можем эти параметры подделать и таким образом увеличить шанс того, что вышка на нас законнектится, что телефон законнектится на нашу вышку. Да, и еще я забыл упомянуть то, что, допустим, телефон уже подключен к какой-то сотовой вышке, и эта вышка передает этих соседей. Собственно, зачем мы узнаем эту информацию? Так за тем, что телефон во время того, как он уже подключен к этой вышке, он будет реселектироваться только на его соседей. Собственно, это нам очень сильно помогает, потому что мы можем выбрать такого соседа, который телефон не видит, но когда мы как бы подстроимся под нее, то и сконфигурируемся таким образом, чтобы все было хорошо, то телефон на нас уже очень быстро перейдет. Немножко про аутентификацию телефона с вышкой. Собственно, в этом весь сыребор. То есть, почему получается так, что телефон может подключиться к нам, хотя мы, по сути, не легитимная часть системы? Так это потому, что во время аутентификации только вышка проверяет легитимность телефона, ключ-шифрование, но телефон сам не проверяет легитимность вышки. Вот, собственно, из-за этого так все и происходит. Это была теория, но давайте, наверное, перейдем к тому, как это все происходит на самом деле, что вообще можно делать. Ну, у нас уже… Мы уже выбрали себе какое-то железо, с которым мы будем взвести с радио, и уже за нас даже написали программное обеспечение, с помощью которого мы можем все это сделать. К примеру, есть DJI GSM-сканер, с помощью которого мы можем просканировать все пространство на наличие легитимных вышек и собрать при этом всю важную информацию. То есть мы сразу же собрали целый процесс ченнел и сразу же можем выбрать себе нужного соседа. То есть для атакующих это очень удобно. Кроме того, есть такая прикольная тулла, как LiveMall. Мы можем, используя эту информацию, законнектиться на легитимную вышку и начать просматривать данные, которые летают между ней и остальными телефонами. Ну, конечно, вся информация будет шифрованной, но системная информация, ее не принято шифровать, поэтому мы можем просто просмотреть это. Конечно, это нам ничего особо не даст. Хорошо. Допустим, мы собрали все эти данные. Этой информации достаточно, чтобы сконфигурировать себе EvilTwin на такого, чтобы на нас начали коннектиться. И у нас уже есть даже готовное опуссорсное решение под то, как создать, собственно, свою сотовую вышку. Есть огромный программный стэк с Macom, который уже разрабатывается очень много лет, и он реализует каждую часть внутренней сети оператора. То есть нам это очень удобно, мы можем все сконфигурировать. Но софт довольно сложный, скажем так. Я в свое время писал обертку под это, чтобы можно было, скажем так, легко все это разворачивать. Если кому-то интересно, можете посмотреть. В общем-то, допустим, мы начали атаковать пользователей. Что нам это дает? Собственно, вот целый перечень того, что мы можем делать. Это прям самое простое. Но мы можем делать звонки с любых номеров телефона. Мы можем фавардить звонки изнутри в реальную сеть через VIP. Если сим-карты старые, то на них можно применить пару эксплойтов. Даже так работает. В общем, да, весело. Кроме того, я там показывал на диаграмме, что у нас есть отдельный Cellbar Cast Channel. Собственно, эта штука тоже реализована. Она позволяет рассылать вот такие прикольные сообщения пользователям. Но разработчики Asmocom в этом плане, конечно, опасались, что будет много шума. Поэтому они сделали такую поддержку только на свое железо. То есть это, конечно, все опенсорсное, но если вы хотите сделать это на SDR, то придется уже постараться и дописывать самим. Кроме того, есть прям реально такие сложные, крутые атаки на GSM. Вот одна из моих любимых – это MIT. Собственно, как это работает? Допустим, у нас есть какая-то железка, вот пример того, как это выглядит, которая одновременно симулирует и базовую станцию, и телефон. Собственно, когда телефон начинает коннектироваться на нашу базовую станцию, мы все аутентификационные данные пересылаем через свой телефон на вышку. Таким образом, мы проводим все этапы аутентификации и остаемся как бы посередине. Ну, что нам это дает? Во-первых, надо понимать, что трафик через нас будет проходить шифрованный, мы его просматривать не сможем, но мы можем подделывать этого пользователя. То есть мы можем инициировать SMS, мы можем инициировать звонки на платные номера и вот весь такой скам. Вот так вот выглядит пример. Здесь какой-то микрокомпьютер у нас, USRP mini в качестве базовой станции и две моторолки в качестве телефона. Одна у нас принимает связь, другая передает. И все это сделано на смокомовском стеке. Немножко про шифрование еще. У GSM есть три типа шифрования. Самое первое было уже давно сломано. На DevCon в 2010, по-моему, показывали, как это все ломается. Ломается это с помощью радужных таблиц, которые есть уже в интернете, то есть они тоже амплесорсные, можно все это развернуть. И делается это все в потоке. То есть можно прослушивать звонки прямо вот, не тратя время на то, чтобы все это сохранить, и потом заново все расшифровывать. Кроме того, было сделано специально более плохое, скажем так, шифрование, более простое. Это было сделано за тем, что GSM появился до 90-х еще, и делать хорошее шифрование на мобильных телефонах было сложно. Не все это поддерживали. Соответственно, нужно было делать хоть какое-то шифрование всем. И кроме того, у нас есть еще A5-3. Это уже нормальное шифрование. Оно используется еще и в 3G уже. Вот с ним все практически окей. Почему практически? Потому что небезызвестный человек, как Карстен Ноу, который занимается исследованием крифтографии в области мобильных сетей в основном, он показал, как можно это забьюзить. Собственно, в чем идея? Давайте вернемся немного назад к шифрованию, как все это происходит. Вот. Надо немножко про шифрование рассказать все-таки. Когда телефон хочет законнектиться на базовую станцию, то он запрашивает у нее какое-то рандомное значение RAND и, собственно, шифрует его. Шифрованное значение он посылает на базовую станцию. Базовая станция сверяется со своим шифрованным значением. Ну, в принципе, все просто. Идея-то в том, что телефон запрашивает какое-то рандомное число у базовой станции. После этого мы можем уже все это дело абьюзить. Ну, здесь, как мы видим, тоже телефон запросил RAND ключ от A5.3, вроде не ломаем его к себе. Мы же в это время эти данные снифаем. И мы снифали как ключ RAND, так и шифрованные данные, которые мы хотим расшифровать. Мы их сохранили. После чего мы этот же телефон коннектим на свою фейковую вышку уже с A5.1 шифрованием и с переиспользованным RAND, который мы до этого перехватили. Таким образом мы как бы взломали ключки с помощью RAND, которые мы перехватили на A5.3. Но взламывали мы тем временем A5.1. Атака получается такой. И, собственно, после этого мы можем расшифровывать смс-ки и телефонные звонки. Как-то так. Но мы, в общем-то, живем уже не в 2005, а в 2021. Так что повсеместно используются LTE. Тут уже и 5G на подходе. Так что посмотрим на атаки здесь. Но здесь нужно учитывать тот факт, что мы уже не можем просто так законнектировать телефон на свою вышку. Ну, то есть мы можем, конечно, опять же, мимикрировать под фейковую 4G-вышку, и телефон попытается на нас зайти, но при этом он не сможет авторизоваться, потому что ключей шифрования у нас нет. А тут аутентификация двусторонняя. Но вот как раз тот факт, что мы можем телефон заставить на нас попытаться подключиться, мы можем это абьюзить. Потому что некоторые пакеты, как бы самые первые пакеты соединения, они не шифруются, и они никак не защищены. Вот, собственно, на этом весь сербор. Но опять же посмотрим, как у нас устроен LTE. Здесь у нас идея примерно такая же, как и на GSM. Есть какой-то спектр частот, но он уже намного-намного больше. И этот спектр частот делится сначала на полосы. Это нужно затем, чтобы у каждой полосы были свои конфигурации. Допустим, какая-то поддерживает большую полосу для более производительных телефонов, какая-то меньшую и так далее. И вот эти полосы, опять же, делятся на пары частот вверх и вниз. Собственно, их также называют уже ERFCN, как Involved, каналы для 4G. И на этом уже строится вся остальная логика. Нам, для того, чтобы министрировать под 4G-вышку, нам также нужно собрать информацию, передавая информацию, которую телефон получает обычно, чтобы подключиться. И здесь уже логика такая, что информация о вышке, продкастная, передается в отдельных блоках. У нас есть первый блок Information, Information блок, в котором передается инфа просто физическая, как лучше синхронизироваться с вышкой, как получить все остальные данные и все в этом роде. Дальше уже идет информация, собственно, о том, может ли телефон туда зайти, какой это оператор, в какой зоне действия все это происходит. И так далее. Нам, собственно, интересна информация из первого блока, в который передается код оператора, код со стороны и tracking area code. Tracking area code я чуть позже расскажу. И, кроме того, информация из пятого блока. Что такое пятый блок? В нем передаются также соседи, как в GSM. Но, кроме того, что передан канал соседей, говорится еще и приоритет того, насколько хорошей является эта вышка относительно той, на которой сейчас телефон. То есть, чем выше приоритет, тем больше вероятность, что на эту вышку телефон рейс-рекминса. Собственно, нам выгоднее всего найти такую вышку, у которой приоритет максимальный. Вот, собственно, этим атакующие и занимаются. Но тут встает вопрос. Собственно, спектр частот LTE намного больше, чем спектр частот GSM, поэтому вот просто так пробрутфорсить все частоты, чтобы засканить все вышки, уже не получится. Тут придется что-то думать. Уже есть готовый подсорсный софт, который эмулирует телефоны. Уже есть готовый софт, который сканирует все спектры частот. Но это невыгодно. Поэтому давайте последуем такому алгоритму, что мы найдем первую вышку, возьмем всех соседей из пятого блока и начнем сканировать рекурсивно их. Вот таким образом мы же можем получить более-менее полную карту покрытия LTE-вышек. И вдобавок мы соберем информацию для того, чтобы мимикрировать под вышку, на которой все начнут коннектиться. Собственно, уже есть и софт для поднятия своих сотовых сетей. Обус-сорсный с помощью SDR-ок. Поэтому с этим проблем обычно не возникает. Теперь перейдем... Нет, теперь к атакам не перейдем. Теперь поговорим про трекинг-ареа-код. Но, как я уже говорил, вышки передают свой код своей зоны, трекинг-ареа. Это нужно за тем, чтобы отделять на какой-то отдельный район как бы отдельные вышки. Ну, у нас есть какой-то скоуп сотовых станций, и их отвели в отдельную зону. При этом, когда телефон переходит из одной зоны в другую, то есть реселекция на вышку с другим кодом, то телефон должен посылать запрос tracking-area-updated-quest. И, собственно, когда он его посылает, то вышка с другой зоны проверяет, можно ли телефону туда подключиться или нет. Ну, собственно, это все происходит на стороне вышки, и при этом есть разные коды ответа. Но самый сок для нас в том, что все эти запросы и ответы никак не шифруются и не проверяются на легитимность. То есть, опять же, мы можем все это подменить, и для нас это очень весело вдобавок к тем, что есть очень интересные коды ответа, которые заданы стандартизацией. Есть, например, такой ответ, что телефону нельзя подключиться к вышке по той причине, что телефону в принципе нельзя ничего делать. То есть, есть даже такой специальный код. Когда мы его будем использовать, то, собственно, это происходит до с телефона. От этого можно избавиться только перед перезагрузкой телефона или тем, что вытащите сим-карту. Получается так, что вы просто выключаете модем на телефоне. Тут, кстати, внизу написано, с каких докладов это взято, поэтому, если вам интересно подробнее, там в конце я покажу ссылки. Есть еще прикольная штука. Мы можем кроме DOS-а редиректить телефоны на GSM. Ну, как я уже рассказал, GSM довольно опасная штука, с ним можно много всякой прикольной фигни делать. но здесь идея такая же. Телефон у нас сконнектится на нашу вышку, здесь у нас уже код зоны такой же, поэтому дополнительный запрос телефон не посылает. Когда телефон посылает запрос на авторизацию, мы говорим ему, что извини, я не могу тебя обслужить, но я знаю, кто может. И посылаем ему код ответа с ARFCN нашей 22-й вышки. Мы можем одновременно поднять и LTE, и 2G, и таким образом редиректить телефоны на свои нелегитимные 2G-вышки, там уже делать всякие плохие вещи. Это моя любимая часть паника так. Как я рассказывал до этого, в GSM есть отдельный канал Broadcast Channel, с помощью которого рассылаются вот такие сообщения. В LTE тоже такие сообщения есть, но они реализованы отдельным системным блоком информации. И кто бы мог подумать, вот эти системные блоки информации опять же никак не шифруются. То есть мы можем слать их напрямую телефоном. Еще лучше то, что эти блоки информации можно слать до аутентификации телефона. То есть прямо в момент того, когда телефон у нас подключается и когда у нас телефон подключается и у нас пакеты еще не шифрованы. Собственно в этот момент мы можем все это провернуть. Примерно вот так вот это выглядит. По-моему забавно. Еще телефон в этот момент может орать. Но собственно кто бы мог подумать, что вся эта информация, использование всей этой информации в реальных целях как бы немножечко незаконно. Есть во-первых законы об использовании радиочастот. то есть если вы хотите вещать на какой-то чистоте с мощностью предельно допустимой, то это незаконно. Это как минимум. Ну я думаю понятно, что атаковать пользователей ради забавы тоже плохая затея. Информация взята вот из этих источников, поэтому если кому-то интересно узнать подробнее, то вот пожалуйста. я на этом все. Если у вас есть вопросы, то я буду рад ответить.